Привет, девчонки! С вами, как всегда, Наташа. В этом видео мы поговорим о стиле Меган Фокс. Как он изменился, какую роль в его изменении сыграл развод, как ей удалось всего за год стать одной из главных It Girl. Как всегда, попрошу вас об одном – не забывайте ставить лайки. Меган нельзя назвать преуспевающей актрисой. В 2009 году она сыграла в фильмах «Трансформеры», «Черепашках ниндзя». Достаточно мало выдающихся ролей, скажем прямо. Меган Фокс никогда на роль модной иконы не претендовала. Актриса довольствовалась званием главного секс-символа Голливуда, который открывал ей все необходимые двери. Она родила детей и в будни идеально выглядеть удается не всегда. Меган, не стесняясь, говорит о том, что она не боится осуждения папарацци. Прежде всего, она живет для себя и своей семьи. Поэтому одежда для нее не имеет никакого значения. Модный мир для Меган казался чем-то очень далеким. Все свои наряды на светские мероприятия она выбирала сама. Все довольно просто, по простой формуле прилегания, подчеркивающие все ее достоинства и обувь на высокой шпильке или каблуке. С ростом популярности Фокс начали приглашать на крупные события и премии, вроде MTV, VMA и золотого глобуса. На красной дорожке актриса обычно появлялась в приталенных платьях в пол, с высоким вырезом до бедра, глубоким декольте или бюстье. Время расставило все на свои места. Сложные продолжительные отношения с актером Брайаном Остином Грином, трое детей, рутина и отсутствие новых крупных ролей. И вот уже Меган Фокс перестает быть настолько обсуждаемой и интересной для публики персоной. Для выходов на улицы она чаще выбирала неряшливые, совершенно безвкусные наряды, которые не привлекают искушенных модных экспертов. Казалось, что карьера для Меган ушла на задний план, и вряд ли мы услышим что-то интересное о ней. Но все изменил 2020 год. После 16 лет отношений с Брайаном Остином Грином, Меган решила поставить жирную точку в их непростом браке. И в мае этого года в издании просочилась информация о новом романе «Звезды» с музыкантом Машинган Келли. Я туда приехал. Я Машинган Келли, и я ужасно опоздал. Дубль первый. Я помню, где мы встретились. Где? На вечеринке GQ. Можно рассказать эту историю? Ты мне сказала... От тебя пахнет травой. А я ответил, я есть трава. А затем ты исчез. Привет, я Меган Фокс. Привет, я Колсон Бейкер. Это твое настоящее имя? Иногда. Неизвестно, насколько новые отношения повлияли на желание Фокс вновь соблазнять и удивлять публику модными выходами, но изменения в стиле актрисы заметны невооруженным глазом. Как это произошло? Стилист, которого знал Машинган Келли, позвонила ему и предложила свои услуги. Этот стилист Мэйв Рейли. Я о ней уже рассказывала в предыдущих видео о звездах. У нее достаточно интересные и известные работы. Знаменитый стилист в Голливуде. Занималась стилем Хейли Бибера, который я рассказывала. Которая тоже, собственно говоря, благодаря работе Мэйв стала It Girl. Как она рассказывала Вок в интервью, всегда обожала Меган и считала ее одной из самых красивых женщин в индустрии. Она была знакома с Машинган Келли и, когда он начал встречаться с Фокс, позвонила ему и спросила, могу ли я с ней поработать. Меган сама перезвонила ей через пять минут со словами «умоляю, помоги мне». И они договорились встретиться у нее дома. Первым делом они избавились от 95% гардероба Меган. Одежду отдали на благотворительность. Меган не сопротивлялась. Сразу сказала, что можно делать все, что захочет стилист, и ей нужна новая одежда. Мэйв придумала для звезды больше 45 образов. Это было где-то год назад, и Мэйв признается, что ей показалось, что новое отношение для Меган Фокс – это как новая жизнь. Это лучший момент для перерождения. И она была права. Через пару месяцев после того, как они начали сотрудничать, первый лук Меган, который оценил мир моды, был комбинезон. Со змеиным принтом и черный кожаный тренд. В нем она гуляла по Нью-Йорку с машин Ганкелли. Меган доверяет своему стилисту и смело выгуливает такие провокационные образы, как бельевой костюм от Дэвид Кома. Конечно, не каждый такой костюм подойдет, но Меган с ее стилем достаточно неплохо в нем смотрится. С помощью Мэйв Рейли Фокс смогла стать заметной стрит-стайл-звездой, чьим гардеробом вдохновляются девушки по всему миру. Мэйв очень гордится своей работой, так как ей всего за год удалось сделать из звезды Б-листа звезду А-листа. То есть планка Меган стала выше. Еще один образ, который привлек внимание – голое платье Муклера. Лично я увидела это платье первым. Был очень провокационный образ. Это платье прислали Мэйв, оно было шито на заказ. И когда Меган впервые его увидела, сказала, что это шедевр, и для него нужно выждать идеальный момент. Они решили, что этот идеальный момент будет именно выход на ВМА. Интересный факт – стилист Машинган Келли, Адам Баленхейм и стилист Меган работают сообща. Поэтому можно увидеть, как их образы красиво и гармонично вместе сочетаются. Видно не просто так, что здесь была проделана работа над двумя звездами. За последние несколько месяцев Меган доказала, что у модной революции нет ни границ, ни возрастных ограничений. Сегодня за ее выходом следят с особым интересом. Фэшн-издание то и дело обсуждает трендовые приемы, которые Фокс использует в своих аутфитах. А фан-аккаунты детально разбирают каждый образ звезды. На смену приталенным пиджакам и лодочкам с мехом пришли платья с опасными вырезами из весенней летней коллекции Муглер, кожаный тренч Филипп Лим. Все новые образы актрисы идеально сочетаются со стилем Машинган Келли. И они, чему я совершенно не удивлена, считаются одной из самых стильных пар Голливуда. И теперь самое интересное. Посмотрите, как изменилась Меган. Мне кажется, время ей идет на пользу. Новый образ Меган по-прежнему привлекательный, но более элегантный и женственный. Спортивные штаны сменились на откровенные стильные наряды Муглер. В ее гардеробе теперь можно найти сумки Бадега Венета, Прада, ультрамодные блейзеры. И сейчас Фокс составляет очень хорошую конкуренцию модным девушкам по всему миру. Это так удивительно, что, изменив стиль, действительно о Меган заговорили, и фотографии приводятся как пример в социальных сетях. Я считаю, перевоплощение удалось. Вам спасибо, что посмотрели до конца. Если интересно посмотреть еще про каких-то модных звезд, пишите в комментариях. Не забывайте подписываться. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok